День знаний – это всегда много впечатлений и эмоций от торжественной линейки, встречи с друзьями и любимыми педагогами. Как продолжается праздничное утро? Чаепитием ли с тортом и пирогами? Походом ли в кино или особенной прогулкой? В каждом доме, в каждой семье свои традиции. А вот в поселке Совхоз имени Ленина решили отметить 1 сентября все вместе. Поводом для встречи и подарком маленьким и взрослым жителям стал балет Чиполина. Самое интересное за несколько минут до спектакля всегда происходит в закулисье, где артисты готовятся к выступлению. 1 сентября в Доме культуры поселка Совхоз имени Ленина давали постановку Чиполина. Артисты ждали выхода к юным зрителям с нетерпением. Им всегда особенно приятно выступать для детей. Дети, конечно, воспринимают гораздо все это веселее, интереснее. Перед детьми, конечно, приятнее танцевать, потому что они реагируют, они смеются, они веселее хлопают, они даже подтанцовывают. Это видно, естественно, настроение передается. И все артисты немножко вдохновляются этим позитивом, который в зале. Все-таки детки, они большую энергию несут в себе. И поэтому, конечно, веселее, интереснее. Русский балет Вячеслава Гордеева уже привозил свои постановки в Совхоз имени Ленина. И каждый раз они собирали полный зал. Чиполина – один из любимых спектаклей в репертуаре театра. Этот спектакль постановки Генриха Майорова идет уже 45 лет в Большом театре. У нас хореография один к одному, мы ничего не меняли. Очень бережем этот спектакль. Он сам приходит частенько на наш спектакль, смотрит. Так что мы с удовольствием его танцуем, а дети с удовольствием смотрят. И взрослые, кстати, тоже. Яркие красочные костюмы, красивая музыка притягивали внимание зрителей. Да и сами балетные партии производили впечатление. Эта постановка не случайно была выбрана для показа. Ею продолжился праздничный день 1 сентября для первоклашек. По школьной программе произведения Джани Радари «Приключения Чиполина» проходят именно в первом классе. Кто-то из школьников уже знаком с героями книги, кто-то смотрел только мультфильм. Я лишь могу вспомнить, что мы видим все тети, вот эти вакуумы. Мы не можем взять, я их вообще не видела в мультике. Так что нам очень сложно понять по костюму, потому что костюмы непонятные, новенькие, непонятно очень все понять. Мы из Дани только поняли, что это три помидора, чиполина, вишенка. Наверняка полностью посмотрев постановку, девочки смогли разобраться в героях. А потом, когда они будут знакомиться с литературным произведением, то вспомнят праздничный день 1 сентября, проведенный в театре с друзьями. Татьяна Акимова, Евгений Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ. Продолжение следует...